МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. И каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов? Мелкорогатый скот и отсутствие лекарств на Гайском районе. В Махачкале состоялась сессия народного собрания. Учитывая возможное подражание цен и недостаточное количество квот для всех желающих, компания Марва Ту рекомендует заблаговременно сдавать документы. В Дагестане уже открыт прием документов на Хадж-2018. Пацан Лакец по матери крымский татарин. В Крыму отметили 97-летие дважды Героя Советского Союза Амедхана Султана. В мероприятии приняли участие в гости из Дагестана. В Махачкале прошла 13-я сессия народного собрания Республики Дагестан 6-го созыва. На рассмотрение депутатов были вынесены порядка 30 вопросов. Какие законы принимали парламентарии, на этот раз расскажет Атика Магомедова. Работа сессии началась традиционно. Гимн России, Дагестана, утверждение повестки дня, выступление представителей фракции и тут самая неожиданная критика. С первых минут спикер парламента Хизриших Саидов предупредил депутатов, чтобы оставались до конца работы сессии и отвечали на злободневные вопросы. О результатах проверки опроса пациентов в больнице Ногайского района парламентариям отчитался временно исполняющий обязанности вице-премьера, министр экономики Раюдин Юсуфов, ездивший туда с внушительной делегацией. Выяснилось, что там вообще нет лекарств. 167 миллионов рублей предусмотрены на оказание услуг по текущему году. Из них большая часть уже поступила. Ну и, конечно, главный врач, он уже ушел по факту отсутствия лекарственных средств и многих других хищений, это возбуждено уголовное дело. Отсутствие лекарств и хищение средств выделенных больниц не единственная проблема в Ногайском районе. Другая проблема – 60 тысяч гектаров земли, которые пользуются хозяйством из горных районов, за аренду и использование этих земель муниципальный бюджет не получает ни копейки. Эта территория, Ногайский район, как и другие территории, от использованных указанных земель не имеет практически ничего, кроме нагрузки на саму территорию и на все другие вопросы, в том числе здравоохранение, образование, здравоохранение, коммунальные услуги и так далее. Действительно, правительство несколько вариантов, разрабатывается по возмещению расходов, в том числе от аренды. Вот что вы понимали, если бы за эти земли все хостовропроизводители не платили бы земельный налог, то весь земельный налог 100% оставался бы на этой территории. Он поступал бы в бюджет муниципальных образований, территорий. В рамках правительственного часа выступил в времени исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дагестана Киримхан Аббасов. Доклад министра вызвал много вопросов у депутатов. Парламентарицы сомневались по рогам или по головам считают дагестанских овец. Мы 100% гарантию, министр господин, по данным, которые получают от личных подсобных хозяйств, гарантировать не сможем. Потому что за это поставляют гарантия сельские советы, главы районов. Мы сможем гарантировать те хозяйственные производители, которые от нас получают государственные субсидии. Аббасов в ходе выступления также отметил многочисленные успехи своего ведомства в сфере АПК. Для достижения еще больших успехов он попросил включить в бюджет 100 миллионов рублей для субсидирования лизинга сельхозтехники, потому что изношенность их на парка, по его словам, составляет 50%. Комментируя доклад об итогах реализации приоритетного проекта, в Рио председатель правительства республики Адбусамат Гамидов отметил, что нередко возникают вопросы о численности мелкорогатого скота в республике. В рамках сессии депутаты рассмотрели ряд и других вопросов. Назначение мировых судей, регулирование лесных отношений на территории республики Дагестан, увековечение памяти выдающихся деятелей и заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат в республике Дагестан и другие вопросы. Незаконная легализация строительства многоквартирных домов в Дагестане приобретает массовый характер. Об этом заявили сегодня в Министерстве строительства и архитектуры республики. Только за 9 месяцев зафиксировано более 300 фактов строительства без соответствующей экспертизы и разрешения. В ходе совещания строители затронули ряд основных вопросов, волнующих строительное сообщество. В частности, вопросы выделения земельных участков и незаконного использования природных ресурсов. По мнению выступающих, для строительной отрасли в республике необходимо принять свой антикризисный план. Причем разрабатывать его нужно с учетом мнения строительного сообщества и всех заинтересованных сторон. Проблем в строительном комплексе масса. В первую очередь, это диалог власти и СРО, представители общественной организации. Диалог этот должен быть конструктивным. И понимание друг друга должно быть полным. Без этого решение проблем в строительном комплексе в принципе невозможно. Махачкала Водоканал привлекли к административной ответственности за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами. По информации источников, надзорный орган регулярно поступают жалобы. Жители Махачкалы негодуют на качество предоставляемых организаций услуг водоснабжения. Так случилось и в случае с жителями 152 по улице Гаджиева в Махачкале. Надзорный орган провел проверку, подтвердивший факт нарушения. Предписание на его устранение было выдано со сроком исполнения до 1 августа текущего года. Однако, как показала проверка, нарушение не было устранено. Новое предписание также было проигнорировано. Материалы дел были переданы в мировой суд. Признав предприятие Махачкала Водоканал виновным в совершении правонарушения, судья назначил наказание в виде двух административных штрафов на сумму 28 тысяч рублей. В Дагестане уже открыт прием документов на ХАЧ-2018. Такое решение принято в связи с огромным количеством желающих посетить святые места. Аккредитованная муфтиатом туристическая компания Марва Тура предоставляет верующим все виды паломничества. Подробнее Хамзан Румагомедов. Отправиться в Мекку для исполнения пятого столпа ислама в следующем году можно будет по нескольким программам. На данный момент утверждены два тура – эконом и стандарт. Услуги отличаются только маршрутом. Стоимость утверждена на данном этапе 2400 долларов для программы «Стандарт» комбинированный рейс – это через Иордания. И для программы «Стандарт» прямого рейса до Медины – 2900 долларов. По нашей информации, ожидается подорожание ХАЧ-а. Информация о подорожании появится буквально с наступлением Нового года. На данный момент мы готовы принимать по указанным ценам до подорожания. И эта стоимость сохранится для всех тех, кто сдаст сейчас эти документы и произведет полную оплату. Учитывая возможное подорожание цен и недостаточное количество код для всех желающих, компания Марва Ту рекомендует заблаговременно сдавать документы и уже сейчас начинать готовиться к ХАЧ-у. Перечень документов необходимых – это заграничный паспорт биометрического образца с сроком не менее чем на 10 лет, с сроком действия. Это фотографии цветные на белом фоне, иметь при себе российский паспорт, либо копию в хорошем качестве. И для лиц, для которых необходимо сопровождение близких родственников, документ, подтверждающий родство – это махрамы. Общая продолжительность поиски на святые земли Мекки и Медины – 20-25 дней. Для тех, кто повторно желает совершить ХАЧ, необходимо будет ввести дополнительный налог. Правило о визовом сборе Содовской Аравии в размере 2000 реал, это что на данный момент это порядка 540 долларов. Это для всех тех лиц, которые уже совершали ХАЧ, либо в прошлом, либо в позапрошлом году и будут направляться в этом году, на них будет распространяться визовый сбор в размере 540 долларов. Это помимо стоимости самой путевки. В случае, если заявитель по каким-то причинам не сможет отправиться в паломничество, он может расторгнуть договор. Все взаиморасчеты будут выполнены компанией. В прошлом году в ХАЧ отправилось порядка 10 тысяч дагестанцев. Я надеюсь, что в следующем году я поеду туда и опять же посещу эти богословенные места. То состояние, когда ты делаешь тавав, обход вокруг Кабы, ты вот эта мольба, которая на горе Арафат, ты как пребываешь во всем состоянии. Все трудности, все вот эти жизненные проблемы, они как будто бы просто оставляют тебя, они отходят от тебя. Вот ты прям чувствуешь душой, сердцем чувствуешь, как ты вот там покидает тебя, вот это все состояние. Каждому человеку я желаю, чтобы они побывали на этих местах. Каждому человеку я искренне желаю и делаю дуа, чтобы поняли, узнали, как это. И дай Аллах, чтобы мне тоже еще не один раз узнать, что это такое. Помимо хажа проводится прием документов и на малых хаж умра. В ближайшее время будут формироваться групповые вылеты. Компания Марвату расположена на территории Джума-мечети Махачкалы. Религия Ислам обязывает каждого состоятельного мусульманина совершить хадж. Ученые призывают не откладывать его совершение. Иначе придется покинуть этот мир с подломленной верой и пристать перед Всевышним, не выполнив его наказ. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ну а теперь коротко и о других событиях. Пострадавшим в результате ливневых дождей в 2012 году окажут помощь. На лицевые счета жители Дербента поступят более 1 миллиона рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал в Рио председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов. Напомним, что в зону подтопления попали около 320 домов на 8 улицах древнего города. Серия IT-конференций по виртуальной и дополненной реальности впервые пройдет в столице Дагестана. Мероприятие «Диффест Махачкала-2017» стартует 28 октября на площадке переинновации. «Диффест» ежегодно проходит одновременно в разных странах при участии в Google-сообществ. Депутаты Госдумы от Дагестана встретятся с участниками Всероссийского фестиваля молодежи и студентов. В ходе встречи обсудят результаты форума, проекты и возможности самореализации молодежи в регионах. Также депутаты могут провести встречи с представителями контактных зоопарков и питомников. В Крыму отметили 97-летие Ахмедхан Султана. В мероприятии приняли участие гости из Дагестана. Место выбрано не случайно. Дважды Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Ахмедхан Султан родился в Крыму. Его отец был из Дагестана по национальности лакиц, а мать крымская татарка. Вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания дагестанских спортсменов обсудились сегодня в Республиканском Министерстве по физической культуре и спорту. В мероприятии приняли участие представители спортивной общественности республики. Известные спортсмены и тренеры, директоры спортивных школ, руководители Федерации по видам спорта. Ума Ибрагимова продолжит тему. Работа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения должна быть системной, подчеркнул временно исполняющий обязанности министра спорта Дагестана Магомед Магомедов. Он отметил, что зависит это в том числе от желания ребят. Магомедов привел некоторые примеры неспортивного поведения спортсменов на соревнованиях. В частности, рассказал об инциденте на турнире имени Али Алиева, где недопонимание между борцами переросло в драку. А призер паралимпийских игр Шахбан Курбанов считает, что духовно-нравственное и патриотическое воспитание необходимо и спортсмены, в том числе паралимпийцы, с радостью примут в этом участие. Это очень важный вопрос. И надо этому уделять внимание. И как было многими сказано, что не просто так сказать, на совещании обсудить и забыть. Именно повседневные жизни. Даже свой образ жизни навести именно так, чтобы где-то ты видишь, что какая-то несправедливость или что молодые ребята, допустим, спортсмены ведут себя не так. А там где-то тактично, мягко, в красивой форме сделать замечание. По завершении встречи было принято решение определить график посещения именитыми дагестанскими атлетами детско-юношеских спортивных школ. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 57,76 рубля, евро 68,28 рубля. Еще больше новостей вы можете узнать на нашем сайте ннттв.ру. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова